Привет, друзья, из Киева, в этот посленовогодний день. Сегодня Крещение Господня. Мы хотим вам представить Николаем Суховым и его нового усилища. То есть новый он был в 21 веке, то есть в этом, но давно. И вот мы ждем, когда он уже наконец появится в массовом производстве. Процесс идет, процесс идет, люди работают. Мы находимся в лаборатории, пока есть свет, мы пытаемся быстренько вам это показать, заснять, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Речь идет об усилителе. Это полный интегральный усилитель на базе ВВ Сухова 21, известном всему миру уже, по-моему. Но они планируют его выпускать в несколько ограниченном формате, но об этом позже. А сегодня я хочу представить вам новые PCB, то есть платы, которые получили от производителя Николая и его партнеры, которые сидят здесь за торжественной трибуной. и показать вам, как это все выглядит в процессе разработки. Такой мир, ОКР, мир. Вот такой вот пакет мы получили от производителя. Это они получили, я случайно вообще здесь проходил, просто мне сказали, что Юра, давай это делать, посмотри. Кто его снимет, вдруг все выглядит. Вот, так вот это выглядит, так они получают вот эти свои платы. Так же они получали платы PCB корректора Сухова, вы его помните, мы многократно о нем говорили. И вот эти платы поканально, то есть правый-левый канал, левый, средний, правый, правый. То есть вот таким вот образом. Но крупнее, я думаю, Николай сделает фото и покажет вам, потому что это стоит посмотреть. Здесь PCB, то есть здесь SMD компоненты совмещены с обычными выводными. И все это составляет части вот этого усилителя, которые потом мы вам покажем. Хотя зачем потом, мы можем показать это сейчас. О, вот так вот выглядит один из каналов. Один из каналов, и так это будет два моно, два моноблока. Так с радиатором выглядит один из каналов. Вот вы видите места для конденсаторов, вот они соответствуют конденсаторам. Вот, Николай, вы счастливы? Юра, я счастлив, что нам для вот этой вот презентации мы выписали Юру из Дрездена. Командировочные оплатили. Командировочные оплатили. Ну вот, вот видите, живьем я держусь. Это не монтаж, это Юра из Дрездена. У нас сейчас в Киеве. Спасибо за внимание. Заходите. Ура! Ура! Всем привет, мы в лаборатории Почайна. Это наш предыдущий опытный экземпляр. Увешника. Он работает от вот этого ЦАПа. А вот это мои хлопцы во главе с Сергеем Борисовичем и Алексеем Санычем сделали новые. Вон новые оплаты. Алексей Александрович, ну-ка ты покажи при хорошем освещении. О, новые оплаты ВВшника, еще более совершенные. И уже... Куда дальше, Николаевич, куда дальше? И еще на СМДшников уже. Он СМДшники все, видите, да? Все разведено, все работает. Сейчас идет процесс настройки. Вот. Что это такое, там видно, да? ВВ-21. Еще одна версия. Еще одна версия, да. И вообще я благодарю, как говорится, судьбу, знаете, за что, хлопцы? Что судьба мне, вот, уготовила и всем нам, да? Такую, такой подарок на старости лет. Ну, что... Что вот это вот в 21 веке, на четверти уже 21 века, чтобы был такой всплеск интереса к винилу и к вот нашим таким усилкам. После того, как публика наслушалась с компакт-дисков и усилителей класса D, они начали думать, что все-таки лучше свои уши поберечь, а не сразу грубить. Вот. Поэтому, вот видите, сегодня мы показываем вот такой вот вариант. Да, это вот такой вариант у нас будет. А то это... Сегодня его, конечно, мы не успеем послушать. Вот, ну, послушать, вот, у нас хороший 32-разрядный 768-килогерцовый ЦАП. Да, да, да. Вот. У нас не только АЦП. Опа! Опа! А это, ребята, называется... Аварийное отключение. Отключение света, да. Блэкаут называется. По-современному блэкаут. Ну, ничего. И в таких условиях, от перерыва к перерыву, у нас 30-секундные моменты. Мы начинаем включить, запаять, настроить и посмотреть... Да, да. И посмотреть... Вот, 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 ребята, я вам клянусь, что я специально не выбирал время, когда вот это все начало. Но вы видите, вот, 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 в таких условиях нам приходится работать. Но мы не это самое, не загибаемся, мы работаем. Все нормально. Коля, мы сразу предупреждаем, что инженератор очень не работает. О! Как это может не работать? Нет, подожди, Николай Евгеньевич, не надо. Не хватит, не хватает, потому что стены. Коля Евгеньевич, не надо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok